МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухаммедсалей. Нушултан Назарбаев встретился с руководством Усть-Каменогорского Титаномагниевого комбината. Во время встречи глава государства отметил положительные результаты работы. Президент также заявил о необходимости дальнейшего внедрения инновационных проектов и привлечения зарубежных компаний. Это, по его мнению, станет большим подспорьем для последующего развития предприятия. В свою очередь представители комбината доложили о работе с иностранными партнерами. Мы работаем все эти годы, поддерживали все начинания, которые были. И сегодня комбинат работает достаточно стабильно. По моим данным, в прошлом году увеличение объема производства на 10%, на 20%. Мы реализовали ряд инвестиционных проектов. Вместе с южнокорейскими компаниями создали хорошее производство по слиткам, и на мелькатура выпуска продукции и важность продукции комбината стала хорошим подспорьем для дальнейшего развития предприятия. Как вы правильно уже заметили, объемы производства на комбинате и реализации выросли в сравнении с прошлым годом на 10%, в доходах на 20%, себестоимость выросла на 14%, и она растет меньшими темпами, чем доходы. Помимо этого, у нас те совместные предприятия, которые мы создали, они точно так же все введены в эксплуатацию, достигают проектной мощности. 17 августа глава государства дал интервью корреспондентам агентства Хабар. Практически сразу оно разошлось на цитаты. Президент еще раз подчеркнул особенности программы Рухани Жанру. Заложенные в ней идеи позволят сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, обеспечив новые ориентиры для общества. А переход на латиницу станет стимулом для развития казахского языка в условиях глобализации. Айгуль Адилова побеседовала с экспертами, которые оценили некоторые тезисы. Один разговор, который расставил все точки над «и». Площадку интервью с журналистами глава государства всегда использует максимально, затрагивая самые актуальные вопросы, которые волнуют страну сегодня. В интервью агентству Хабар Нурсултан Назарбаев простым и доступным языком объяснил, для чего нужна общенациональная идея Рухани Жанру. Разъяснил президент и переход алфавита на латиницу, подчеркнув, что это поэтапная, тщательно продуманная работа, которую все должны правильно понимать. Переход на латиницу не означает отказ или откат от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, сдающиеся на русском языке, русскоговорящим граждан Казахстана, кириллица остается. Это раз, и, во-первых, внедрение латиницы будет происходить очень обоснованно, разумно, в тех пределах, которые необходимы. Интервью главы государства в тот же час разлетелось на цитаты, и конструктивно, и о важном. Именно такой диалог и нужен во время, когда страна переходит на новый этап развития. Мир изменился, Казахстан изменился, мы суверенные государства, имеем многовекторную политику, делаем, значит, общие какие-то большие проекты в межгосударственном уровне. Поэтому, я так думаю, сейчас идет глобализация. В этом мире казахский язык должен расти, казахский язык должен, она должна отвечать требованиям современного мира. Полностью я поддерживаю, и латинский алфавит уже есть, у нас вошел уже в жизни. Люди смс пишут с помощью латинского алфавита. Это латинский алфавит – основа международных законов, тоже пишется латинский алфавит. Международной авиации, международной политики, международного туризма, то есть везде, всюду международные науки. Это язык нанотехнологий, это язык биотехнологий. Президент остановился на каждом из направлений программной статьи, подчеркнув, что патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, к малой родине. И жителям страны идеи главы государства близки и понятны. Тысячи казахстанцев помогают родным населенным пунктам, строить жизнь на важные социальные объекты, или просто искренне любят и участвуют в их жизни. Так же, как и любят свою историю, искренне ею гордятся и всегда готовы рассказать о славном прошлом. В Париже всем гостям показывают захоронение Наполеона. Через это место люди узнают об истории страны. Поедешь в Испанию – важное для их народа место, бывшая столица. То есть у каждой страны есть свои знаковые места. У Казахстана тоже есть святые для него места. Конечно, не нужно причислять к ним мазары или захоронения. Святое место, сакральное – это в первую очередь знаковое место для народа. Сразу на ум приходят мавзолеи Кожа Ахмета Исауи, Арестанбаб или город Отерар. У этих мест есть история. Говорил президент и о переводе лучших учебников мира на казахский язык. Именно благодаря этому казахстанцы получат возможность познать мировое избранное. Мы первые из стран СНГ беремся за реализацию проекта перевода мировых изданий на родной язык. Еще никогда труды с мировым именем не переводились на казахский язык. Специально создано бюро для переводов. По моим данным, для этой работы сейчас подготовлено 17 учебников. Это все делается для воспитания людей. Если мы хотим войти в число 30 развитых стран, нам нужно изучить их философию, культуру, развиваться стремительными шагами. Отметил глава государства и значимость проекта 100 новых лиц Казахстана. Это должны быть истории конкретных людей, которые живут рядом с нами, в разных уголках страны. Эта статья дала хороший импульс духовному развитию. В ней обозначены актуальные направления, которые президент еще более подробно и доступно разъяснил в своем интервью. Думаю, что его интервью, как автора этой статьи и самой идеи духовной модернизации, было необходимо и простому народу, и ученым, и интеллигенции. Диалог президента с журналистами – своего рода обращение к каждому гражданину страны. Оно касается всех, кто готов созидать, творить, идти вперед, но не забывая о прошлом. Во имя будущего, вклад в которое уже сегодня – дело каждого по-настоящему искренне, любящего свою родную землю. Айгуля Дилова, Саят Рамазанов. Итоги дня. Все 100 переведенных на казахский язык лучших книг мира по гуманитарным направлениям пройдут экспертизу на аутентичность. В состав экспертной группы войдут лучшие специалисты казахской филологии и лингвистики. Проект «Новые гуманитарные знания» по переводу лучших мировых произведений и учебников на казахский язык реализуется в рамках программы «Рухани Джангру». В списке, к примеру, книга, получившая книжного Оскара «Четвертая промышленная революция Клауса Шваба». Среди них также произведение всемирно известного британского религиоведа Карен Армстронг «История Бога. Тысячелетнее искание в иудаизме, христианстве и исламе». Мы хотим в рамках дисциплин, как философия, политология, социология, психология, познакомить наших студентов с новыми идеями, мировыми идеями, которые есть во всем мире, новыми тенденциями, трендами, чтобы они могли видеть, в каком направлении развивается мир. В этом направлении, конечно, нам необходимо, чтобы они могли ознакомиться с такими шедеврами. Изучением генетического кода казахов занимается молодой отечественный ученый Максад Жабагин. Исследования в рамках его проекта доказали, что родоплеменная структура имеет ключевую роль в формировании генофонда. Благодаря его научным работам удалось выяснить, что общим предком одного из казахского рода был золотардинский эмир. Сейчас ученые проводят исследования в Южном Казахстане. Взятые образцы ДНК у 1200 человек. Это поможет понять, как кочевали гены. У этого проекта есть, конечно, и практические прикладные возможности. Наши накопленные данные могут использоваться в судебно-медицинской экспертизе. То есть мы накапливаем базу данных по изменчивости Y-хромосомы. Поэтому по неизвестному лицу с определенной долей вероятности мы можем определить, с какого региона он или какой родовой принадлежности может относиться. Энциклопедию исторических мест планируют издать в Таразе. С этой целью Ассамблея народа Казахстана Жамбулской области организовала историко-культурную экспедицию «Познай свой край». Стартовала она из археологического парка «Древний Тараса» и включает три маршрута. Один из них – Мавзолей Карахана, построенный примерно в XI веке. А также Мавзолей Айшабиби, Музей Буажана Мамушалы, городище Танды и некоторые другие исторические памятники. Каждый представитель этноса должен знать отдаленные места нашей области, потому что каждый уголок нашей области должен быть близок и дорог, как что-то сокровенное. Международная тюркская академия отправилась в экспедицию от Хантея до Ултау – Возрождение исторической памяти. В течение месяца ученые-историки, археологи и тюркологи проведут раскопки и всесторонние исследования древнетюркских ритуальных комплексов. Работа экспедиции началась в Монголии. Подробности в материале нашего корреспондента. От Хантея до Ултау – Возрождение исторической памяти. Всего за два дня экспозиция Международной тюркской академии преодолела больше тысячи километров по бескрайним степям Монголии. Первой отправной точкой стала Святая гора Бурханхалдун. Члены экспедиции уверены, что эта местность кроет в себе немало бесценных артефактов о наших предках. Наша экспедиция стартовала с местности Хентей. Смысл этого в том, что археологи ранее изучали район Архона. В прошлом году мы изучали Сиватулан. Раньше местность Хентей была закрыта для тюркологов. С этой целью мы начали изучать объекты и исторические памятники здесь. В рамках экспедиции состояла встреча президента Международной тюркской академии Дархана Кадыралы с министром образования и науки, культуры и спорта Монголии Геликпил Чулунбатар. Монгольская сторона дала высокую оценку статье президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», при этом заявив, что Монголия готова оказать всяческую поддержку для тюркской академии в исследовательских работах и археологических раскопках в своей стране. Также министр отметил и готовность Монголии стать членом тюркской академии. Кроме того, монгольские ученые подчеркнули важность других проектов с тюркской академией. «Вместе с тюркской академией мы готовы проводить исследования. На сегодня наши двусторонние отношения достигли высокого уровня. В будущем, благодаря археологическим исследованиям, я надеюсь, что у нас будет доступ к новым данным». Ожидается, что в течение месяца участники экспозиции посетят сакральные места Монголии и Казахстана, значимые для тюркской истории. Таким образом, экспозиция, стартовавшая с горы Бурхан-Халдун, проследует к усыпальницам Алла-Шахана и Джучихана на Улытау. До конца года в Казахстане откроется больше ста новых предприятий. Это обеспечит создание 10 тысяч рабочих мест в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Об этом на брифинге правительстве сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев. За последние два года в республике реализовано свыше 250 проектов стоимостью 1,7 триллиона тенге в сфере обрабатывающей промышленности, формации и производства продуктов. Новые предприятия уже оправдали инвестиции. Стоимость произведенных товаров превысила сумму субсидий в четыре раза. Эти предприятия, конечно, в разных секторах экономики. Это, например, машиностроение, то, что я сказал, из крупных предприятий будет выпускать колесные пары для вагонов. Компания в Павлодарской области собирается получать высококачественный алюминий, то есть высоколегированный алюминий. Это предприятие с участием немецких инвесторов. На горно-обогатительном комбинате на севере страны трудится больше 70 человек. Предприятие по переработке титана «Циркониюхрут» открыли 7 лет назад. Это тоже один из проектов карты индустриализации. Сырье добывают там же на Обуховском месторождении. В прошлом году произошла консервация, сейчас идет доразведка. Продлится она до 2018 года. Добыча не ведется, но ведется переработка остатков добытого материала, который находится в хвостах хранилища. До конца года планируют они переработать около 30 тысяч тонн руды и получить более 3 тысяч тонн коллективного концентрата. В Атаравской области успешно работает созданная при поддержке государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития фермерское хозяйство по производству продуктов из козьего молока. На ферме планируют увеличить поголовье и наладить выпуск детского питания. Виктор Сутягин побывал на производстве. Молоко и кефир, творог и курт, сыворотка и йогурт. Всего 15 видов продукции из козьего молока производится сегодня в фермерском хозяйстве Владимира Розметова. Продукции козьей фермы успешно реализуются не только в фирменных магазинах хозяйства. Молоко и кефир отправляются во все школы города. А полезное козье молоко еще и в родильные дома и больницы. Эти козы – иностранки. Три года назад 150 голов фермер приобрел в Сербии. За это время уже казахстанскую прописку получил многочисленный приплод. Число голов на сельской ферме выросло до тысячи. Стадо еще молодое, поэтому молоко мы пока получаем от 250 коз. В среднем по 2 литра, а всего получается полтонны в сутки. Переработка ведется на современной немецкой линии. Оборудование, как первых коз, фермер закупил благодаря поддержке государства по программе индустриализации. Это очень современные технологии. В процессе выпуска человек практически не соприкасается с продукцией, что гарантирует высокое качество. Высокое качество, грамотный маркетинг принесли ожидаемые результаты. Горожане покупают свежие молочные продукты с удовольствием. Фермер уже погасил половину кредита в 750 миллионов тенге. И уже прорабатывает проект расширения молочного производства. Реализуя этот проект, мы увеличим поголовье коз до 2000. В рамках этого проекта мы будем выпускать до 20 видов детского питания. Продавать детское питание из козьего молока, по своим свойствам почти не уступающего материнскому, будут во всех регионах Казахстана. Расширяется и традиционное производство. Скоро от Раусса смогут попробовать мороженое и масло из козьего молока. Пробная партия уже получена. Виктор Сутягин, Азельхану Ахитов, Амантай Матенов. Итоги дня. От Раусской области. Магазины беспошлиной торговли, принцип единого окна и отсрочки платежей. Такие полезные опции заложены в новом таможенном кодексе. Сегодня в правительстве прошла его презентация, где министры рассказывали обо всех преимуществах. Ирина Камышова о том, как в следующем году попасть в дьюти-фри, не выезжая за границу. Новый таможенный кодекс позволит нашей стране максимально использовать транзитный экспортный потенциал и повысит международные рейтинги нашей страны. В казахстанскую таможню ждут серьезные перемены. Она станет мобильнее, автоматизированнее и быстрее. Подтверждение министра нации экономики Тимур Сулейменов приводит сразу несколько новшеств. В первую очередь, новый таможенный кодекс предусматривает переход на электронное декларирование. Декларирование будет осуществляться только в электронном виде. Нет необходимости заполнять дополнительные бумажные документы и прикладывать их к электронной декларации. Все необходимые сведения указываются непосредственно в таможенной декларации. На бумаге возможно, но только в отдельных случаях, например, при технических сбоях. А еще таможня будет работать по принципу единого окна. Весь процесс от поставки товара до его выпуска можно будет отследить. Среди новшеств и возможность отсрочки уплаты таможенных пошлин до полугода. Такая привилегия будет доступна при возе сельхозтехники, племенных животных или, к примеру, если бизнесмену нанесен ущерб в результате стихийного бедствия. В общем, вести бизнес казахстанцам станет проще. Расширены случаи освобождения декларанта от административной ответственности. В первую очередь, это при самостоятельном устранении нарушений в течение 30 рабочих дней с момента вручения уведомления и при добровольной уплате в течение рабочего дня до начисления, которое не превышает 500 МРП. О прелестях нового таможенного кодекса не умолчал и министр финансов Бахыт Султанов рассказал. Приграничный Харгос может стать свободной таможенной зоной. А на территории международного центра могут появиться так называемые дьюти-фри. Магазины беспошлиной торговли должны привлечь туристов, причем не только казахстанских. А это еще один плюс. Допущена возможность потребления иностранных товаров на территории Харгоса без декларирования и уплаты таможенных платежей. Это позволит ввозить продукцию для сферы услуг и общепита без дополнительных затрат. С принятием нового кодекса есть возможность создать магазины беспошлиной торговли, где в розницу будут продавать как отечественные, так и иностранные товары. Словом, таможенный кодекс Казахстана приводит в соответствие с нормами Евразийского экономического союза. Последний подписан президентами стран союза и проходит ратификацию. Ожидается, что национальный кодекс и кодекс ЕАЭС вступят в силу с 1 января 2018 года. Ирина Камышова, Аманжол Байгазин. Итоги дня. В Евразийском экономическом союзе с 1 сентября вступит в силу новый технический регламент о безопасности рыбной продукции, по которому теперь казахстанские потребители, покупая рыбу, перестанут платить за лед. В документе в процентах расписано, сколько глазури может быть в замороженных морепродуктах. Кроме того, согласно регламенту, рыбную продукцию для детей Евразес теперь будут производить исключительно в отдельных цехах. Эти нововведения отмечают в Отечественном министерстве сельского хозяйства, создадут равные условия для поставщиков и позволят отследить и сделать безопасными все этапы обращения рыбной продукции от вылова до реализации. Большая часть норм, конечно, направлена на защиту потребителя, но в том числе он и для производителя. В той части, что теперь ему будет понятно, по каким правилам игры он должен выходить на наш общий рынок. При осуществлении импорта мы руководствуемся требованием страны импортера. То есть, соответственно, если у Китая будут жестче требования, мы будем вынуждены выполнять требования. Накануне нового учебного года в столице прошла Республиканская конференция педагогов. Одно из нововведений коснется школьных попечительских советов. Кандидатуру директора учебного заведения предлагается согласовывать. Под контролем таких советов школы получат больше академической и финансовой свободы. Министр рассказал о том, кто может войти в состав попечителей. В их числе, наряду с депутатами маслехатов, могут быть и наши коллеги. Я уже попросил Акимов областей и городов взять вопрос правильности формирования попечительских советов, включения в их состав активной общественности, депутатов, маслехатов, местной прессы под свой личный контроль. Начиная с сентября мы начнем этим заниматься. Юрлан Сагадеев озвучил намерение освободить обладателей золотых медалей от льгот. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение парламента. Таким образом, медалисты будут поступать в вузы на общих основаниях. Глава Министерства образования рассказал и о том, как выпускникам сделать правильный выбор профессии, обучение которой готово оплатить государство. Предполагается, что министерство будет публиковать планы по грантам на три года вперед. Шестая встреча по урегулированию конфликтов в Сирии может пройти в Астане в середине сентября. Об этом сегодня сообщил глава Министерства иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Более точная дата станет известна после технической встречи экспертов. Они же определят повестку заседания в Астане. Ранее шестой раунд переговоров планировалось провести в конце августа. 800 террористов были уничтожены за август в ходе российской военной операции в Сирии. По данным Министерства обороны, за пять суток Воздушно-космические силы России нанесли 819 авиаударов и ликвидировали 40 единиц боевой техники. Сейчас на территории Сирии успешно действуют три зоны деэскалации. Благодаря договоренностям, достигнутым в Астане, в Сирии удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, подчеркивают российские военные. Сотни тонн продовольствий, медикаментов и предметов первой необходимости для мирных жителей этих зон переданы через 14 гуманитарных анвоев ООН и Международного комитета Красного Креста. По каждому факту нарушения процесса действия Российской Федерации, подбеспеченным с опорой на астанинские договоренности, режимом прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики, позволили стабилизировать обстановку в Сыгрании и Южной частях страны. Соблюдение режима прекращения огня, оппозиционного реформирования и создания зоны деэскалации позволили вооруженным силам Сирийской Арабской Республики сконцентрировать свои усилия на борьбе с террористами ИГИЛ. Испанская полиция ликвидировала главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным источника, 22-летний урожанец Марокко уничтожен в ходе спецоперации. По данным следствия, именно он был за рулем автофургона, который совершил наезд на пешеходов в центре каталонской столицы. По последним данным, тогда погибли 15 человек, 130 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ТГИЛ. По данным полиции, за атакой в Каталонии стояло не менее 12 человек. Четверо из них уже арестованы, столько же ликвидировано после терака в Камбрильсе. Еще предположительно, двое или трое погибли при взрыве дома в Альканаре, где террористы изготавливали бомбы. Пожары в Грузии подбираются к населенным пунктам. К эвакуации готовится несколько сотен человек. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. Остановить его с земли не удается, тушить приходится с воздуха. И своими силами грузинские пожарные уже не справляются. На помощь им направили вертолет из Азербайджана. Завтра прибудет еще один из Турции. Правительство страны организовало чрезвычайный штаб. Руководить операцией по локализации огня будет лично премьер-министр Грузии. В условиях постоянной засухи и угрозы пожаров живет Саудовская Аравия. При этом в стране научились не только экономить пресную воду, а приснять морскую, но и использовать энергию воды. Для ее производства там буквально приручили подводные течения. Свои разработки королевство представило сегодня на выставке Экспо. В рамках этого прошел национальный день Саудовской Аравии. В будущем королевство планирует до минимума сократить добычу нефти и полностью обеспечивать себя энергией за счет зеленых технологий. Данный реактор системы СМАРТ был создан в партнерстве с Кореей. Главная его особенность в том, что он в рабочем режиме способен не только вырабатывать энергию, а также приснять до 40 тысяч тонн воды в день. Он не занимает много места. Преимущественно города в Саудовской Аравии небольшие, но их много. То есть и данный реактор подходит как нельзя лучше. Венецианская неделя стартовала на выставке Астана Экспо-2017. Опытом использования солнечной энергии с казахстанцами поделился итальянский регион Венета. В эти дни ученые представят свои инновации и проекты в области возобновляемых источников энергии. Неделя завершится передачей символа Венета, вазы из муранского стекла в дар Национальному музею Казахстана. Экспо, между тем, стало пунктом благотворительного маршрута. Остановку на выставке сделал путешественник, который совершает заезд по странам Евразии. В Астане он побывал накануне, а сегодня байкер уже доехал до Павладара. Конечный пункт следования – Владивосток. Общая протяженность маршрута – 20 тысяч километров. Деньги, собранные благодаря этой акции, отправят на лечение детей с пороками сердца. У нас на очереди три девочки на операции, они ждут. Вот поэтому я еду, еду, еду. Уже в пути 7 дней, проехал 3500 километров. А общий путь Душанбео-Ламбатор-Владивосток и обратно составляет 20 тысяч километров. Люди с ограниченными возможностями теперь могут носить адаптированную одежду. Специализированный швейный цех открыла предпринимательница из Алматы. Этот социальный проект признан одним из лучших в региональном конкурсе и скоро будет презентован на республиканской выставке в Астане. Особые люди и удобная одежда – об этом наш следующий материал. Она сухая. Здесь вода отталкивающая ткань, еще синтепон и плюс шерстяной плед. Такой чехол – необходимая вещь для инвалидов-колясочников. Вещь не уникальная. Ее шьют и в других странах. Уникально в этом экземпляре другое. При высоком качестве ткани цена у чехла отечественного производства в разы ниже, чем у импортного аналога. В 2007 году моя сестра болела. Я видела, какие трудности испытывает даже не больной человек, а даже, который ухаживает за ними. Мы троем поднимали ее, одевали, переодевали. Это было очень тяжело. Я сталкивалась с этим моментом. И я решила сделать такие вещи, которые могут облегчить жизнь людей-инвалидов и которые ухаживают за ними. В молодежном конкурсе стартапов Нургуль выиграла свои первые миллионы и сразу купила швейные машинки. Предложила работу друзьям. Вместе придумали 30 моделей и начали шить. Просто была-не была. Как в омут с головой, как говорится. И на самом деле результат меня поразил в хорошем смысле. В том плане, что одежда очень хорошая, качественная, красивая и функциональная, самое главное. Потому что передвигаясь на коляске, постоянно приходится находить какие-то удобные положения для того, чтобы одежду примерять. И это не всегда комфортно и не всегда быстро выходит. Этот проект сплотил всех и наполнил нашу жизнь новым смыслом, говорят участники проекта. В сентябре они представят свою осеннюю коллекцию на республиканской выставке лучших социальных проектов в Астане. Алмау Разбаева, Хасин Ибышев. Итоги дня Алматы. Еще о событиях в стране в нашем традиционном обзоре. 11-я смена в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» объединила юных туристов и спасателей. Около 500 ребят из разных регионов Казахстана в эти дни проходят, как они сами говорят, маршруты выживания. Их инструктируют представители службы ЧАЭС. Здесь все по-настоящему. Реальная экипировка, техника, оборудование, самые настоящие спасатели и водолазы. К слову, сотрудники ЧАЭС курортной зоны обучили мерам безопасности около тысячи детей. Группа молодых туристов из Шимкента посетила древнее городище Атрар. Они узнали много нового о городе, в котором родился всемирно известный философ, отец нескольких наук Абу Насар Аль-Фараби. Это место изучается учеными с 19 века. Тому подтверждение найденные глиняны, сосуды и оружие. Молодые люди благодаря экскурсии узнали интересные факты из истории родного края. Областной молодежно-ресурсный центр намерен проводить такие познавательные поездки в будущем. В Темиртау сменился юридический статус спортивного комплекса. До этого объект коммунальной собственности трижды пытались продать. Покупателей не нашлось, и теперь здание перейдет на баланс школы спортивного резерва. Чиновники обещают, что спортсекции будут работать в прежнем режиме. Желтые автомобили со спецсигналами будут перевозить школьников Казаларды. На соответствии детсадовских автомобилей дорожным требованием будет проверять местная полицейская служба. При Иртышке растет численность бакланов. Прожорливые птицы уничтожают рыб. Ученые намерены провести исследования для выяснения размера ущерба народному хозяйству. Коллекционер из Северного Казахстана мастерит масштабные копии тракторов и комбайнов. Всего в домашнем мини-музее Юрия Родионова около 600 моделей машин. Собирал он их больше 30 лет. Подробности в репортаже Ирины Панфиловой. Эта комната – мечта любого мальчишки. Смотришь на стеллажи, глаза разбегаются. Еще бы здесь почти шесть сотен различных авто. Последний раз столько машин я, наверное, видела только в магазине. А это, представьте, домашняя коллекция североказахстанца. Собирать «Жигули» и «Зилы» Юрий Родионов начал в 14 лет. Сейчас коллекционеру 47. Он до сих пор помнит свою первую модель. Красную копейку «Жигули» в первой модели ему на день рождения подарили родители. Потом появился «Москвич» и закрутилось. Сейчас в домашнем мини-музее в основном копии советских машин. Что-то покупает сам, что-то меняет, другое дарят. Вот эту 7-килограммовую победу Юрий два года собирал по деталям. Для этого скупил все выпуски коллекционного журнала. С женой, как говорится, я познакомился позже, чем с моделями. Так что это… Ну, она положительно относится к этому. Гости приезжают, ну, сначала удивление, конечно. Восхищение, скажем так. Ну, и два самых таких вопроса. Первый – сколько штук и сколько это все стоит. Недавно коллекционер увлекся пожарными машинами. А эти тракторы и комбайны Юрию Родионову особенно дороги. Сейчас вот собираю комбайн «Нива» СК-5. Они применялись у нас на уборке зерновых культур в Северо-Кастанской области здесь. Ну, по Казахстану вообще. Ну, сейчас их, конечно, уже мало осталось. Мастерит-электрик, когда есть свободное время, материал не покупает. В ход идут любые консервные банки. С фантазией проблем тоже нет. Эта идея берет из интернета. Говорит, все просто. Увидел, захотел, сделал. Кажется, что сейчас возьму, быстренько спаяю, сейчас вырежу. Когда начинаешь делать, то некоторые модели до года доходят. Удовольствие доставляет просто. Вечером он сел в кресло и любуешься. Ну, как ребенок своеобразный. Не знаю, как это объяснить. Зато Юрий Родионов точно знает, что коллекцию свою он ни на что не променяет и не продаст. В каждой из этих машин частичка его души. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулеген Иманов и Дмитрий Рура. Итоги дня. Североказахстанская область. Извершение еще о солнечном затмении, о котором мы рассказывали накануне, обернулось колоссальными убытками для американских компаний. Казалось бы, где связь? Ее нашли экономические аналитики. Они подсчитали, что сотрудники этих компаний провели в среднем около 20 минут, наблюдая за природным явлением. Из-за этого простоя организации США понесли убытки, оцениваемые в размере 700 миллионов долларов. Хотя эти потери, отмечают аналитики, вполне сопоставимы с доходами американской экономики от притока туристов, которые специально приехали в США, чтобы полюбоваться затмением. И это все, о чем мы хотели рассказать. Увидимся завтра. Всего доброго.